Авторскую программу обо всем понемногу на 23 канале смотрите каждый вторник с повторами в четверг, субботу и воскресенье в 18.00. Здравствуйте! Вы смотрите передачи Таганрогской телевизионной сети 23 канал. В эфире очередной выпуск программы обо всем понемногу. Эти полчаса с вами я, ее автор и ведущий Евгений Токарян. Медицинская страничка программы сегодня посвящена массажу. Я предоставляю слово Гюльнар Пакиш. Здравствуйте! Массаж является профилактическим средством против возникновения различных заболеваний. Существует 4 вида массажа. Гигиенический, косметический, спортивный и лечебный. Массаж улучшает кровообращение, лимфоток, уменьшает боль, усиливает обменные процессы, укрепляет нервную систему. Массаж бывает общий, воротниковой зоной, верхних и нижних конечностей, грудной клетки, брючной полости. Сегодня мы рассмотрим массаж спины. Массаж начинается с поглаживания, что способствует разогреву спины. Следующий прием – растирание. Растирание усиливает приток крови и способствует более глубокому разогреву. Переходим к разминанию. Улучшается кровообращение, трофика тканей, усиливаются обменные процессы. Завершающим этапом является вибрация. После вибрации массаж заканчивается поглаживанием, легкими прикосновениями пальцев. Массаж совместно с другими лечебными процедурами, физиотерапией, лечебной физкультурой приносит положительные результаты. Будьте здоровы! Администрация муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Консультативно-диагностический центр» напоминает, что бесплатный прием пациентов, специалистами центра и все виды обследования, проводимые бесплатно, осуществляются при наличии полиса обязательного медицинского страхования и направления от вашего лечебного учреждения. Записи и вопросы по телефону 603333 и 600972 или при личном обращении в регистратуру. А сейчас внимание любителей наших вкусных советов. Сегодня один из своих рецептов предлагает шеф-повар Вячеслав Волков. Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить грузинские лепешки хачапури из слоеного теста с сыром и творогом. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. Слоеное тесто, мука, творог, сыр сулугуни, яйца, зелень, растительное масло и черный перец. Берем сыр сулугуни и натираем на терке. И теперь надо добавить желток. Для этого мы отделяем его от белка. В фарш также добавляем мелко нарезанную зелень. А теперь добавляем творог. И все тщательно перемешиваем. Добавим черный молотый перец. И еще раз тщательно перемешаем. А теперь подготовим тесто для лепешек. Тесто для хачапури должно быть не очень тонкое, чтобы оно не порвалось. Теперь начинаем выкладывать начинку. Выкладывается начинка на середину лепешки. Слегка придавливается по площади. Края лепешки смазываем белком. И начинаем сворачивать конверт. Края хорошо защипливаем. И аккуратно раскатываем, чтобы выдавить воздух. И еще раз сворачиваем конверт. Итак, заготовки мы сделали. Теперь смазываем противень растительным маслом. И выкладываем лепешки на противень. Смазываем их желтком. Желтком смазывается для того, чтобы придать аппетитную корочку при запекании теста. И отправляем в духовку, которая разогрета до 220 градусов на 20-25 минут. Прошло 25 минут, и мы вынимаем противень из духовки. Хочу напомнить, что название этой лепешки состоит из двух грузинских слов. Хача творог, пури, хлеб. Наши хачапури готовы. Приятного аппетита! Срочный ремонт цифровой техники в мастерской Микросхема. Это бесплатная диагностика, быстрая настройка, качественный ремонт, доступные цены. Мастерская во дворе дома Петронская, 15. Вопросы по телефону 8-909-41-37-41 и 8-961-41-33-41. Историческая страничка сегодня посвящена человеку, который придумал псевдоним Антону Павловичу Чехову. Рассказывает ведущий исторической странички программы Сергей Чаленко. Некоторые свои произведения наш великий земляк Антон Павлович Чехов подписывал литературным псевдонимом Антоша Чехонте. И многие думают, что это результат творческих размышлений писателя, что он придумал этот псевдоним сам. Однако это не так. Сегодня мы познакомимся с человеком, которому Антон Павлович обязан своим литературным именем. Мы находимся на Комсомольском бульваре возле дома номер 43. Вот в этом доме, построенном в псевдорусском стиле, жил благочинный Таганровского церковного округа Федор Платонович Покровский, родившийся в 1833 году. Именно здесь он прожил основную часть своей жизни. В 1865 году он стал преподавателем мужской гимназии, где учился Антон Павлович. Ученики его любили. Это редкое качество для педагогов гимназии, многие из которых были сухими педантами. И в качестве такого невинного развлечения он давал не обидные, а такие благозвучные, со смешинкой, юмористические прозвища своим ученикам. И вот именно он и придумал литературное имя, ставшее знаменитым и прогремевшее по всему миру Антон Павловичу Чехову, Антоша Чеханте. Нужно сказать, что Федор Платонович не вписывался в привычный облик священнослужителя. Некоторые современники даже называли его гусаром, высокий ростом, с густыми волосами, красавец, который хорошо пел, играл на гитаре, ориентировался в литературе, в истории. Он привлекал всеобщее внимание. Когда он вел уроки закона Божьего, то на них совершенно добровольно, никем не премуждаемые, приходили не только православные, но и иудеи, католики и даже мусульмане. Секрет был прост. Федор Платонович преподавал не, собственно говоря, закон Божий или церковные догматы, а предмет, похожий на современный предмет основы православной культуры. То есть, когда он говорил о каком-то религиозном событии или святом, он рассказывал о контексте, в который она была вписана, политической, историческом. И это были, собственно говоря, уроки такой, в более широком смысле, церковной истории, которые были очень интересны всем окружающим. Потому что рождалось понимание, откуда взялся тот или иной церковный догмат или действия того или иного святого. Федор Платонович активно участвовал в общественной жизни Таганрога, был инициатором многих благотворительных проектов. В частности, во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов за освобождение Болгарии, он выступил автором многих инициатив, направленных на поддержку раненых, которые лечились здесь, в таганрогских госпиталях. И даже был за это позднее награжден орденом. Антон Павлович Чехов никогда не забывал своего блестящего учителя. Когда он стал знаменитым, он присылал ему книги, в частности, пёстрые рассказы с надписями «Любимому учителю от Антоши Чеханты». А когда протаерей Покровский скончался в 1898 году и был похоронен в ограде Успенского собора, то Антон Павлович неоднократно упоминал о нём в своих автобиографических очерках. После разрушения собора была разрушена и могила Покровского, и память о нём постепенно стёрлась. Но многие таганрожцы, знающие историю, частенько заходят в этот уютный зелёный переулок в центре города, Комсомольский бульвар, и подходят вот к этому дому, где жил замечательный священнослужитель и гражданин нашего города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем скоро мы будем отмечать День Учителя. Вы помните, когда отмечается этот праздник? Да, 5 октября. Честно говоря, не помню когда, но праздник как праздник помню. Вообще, первый выходной октября, насколько я помню. 2 октября, что ли? Честно, не помню. Знаю, что мы готовим к нему сценку, но когда он, не знаю. Ну, именно у нас в школе отмечается 7 октября. Ну, а вообще 5 числа. Всю жизнь этот праздник отмечался в первое воскресенье октября. Конечно же, я не могу этого не помнить. Я преподаватель 78-го года. Сейчас 5 октября. Почему-то решили сделать так. А скажите, вы помните имя своей первой учительницы? Да. Големберская Майоревна. Конечно. Валентина Михайловна. Я училась в 10-й школе. Она была нашим чудесным и другом, и педагогом. И мы всего-всего напитались многого, чтобы человеческое добро такое несла. Часто приходили мы всем классом к ней домой, приглашала на чайпитие. Это было чудо. Помню. Да, конечно, помню. Любовь Александровна у меня была первая учитель, но фамилию, к сожалению, не помню. Конечно, помню. Рыбак Галина Алексеевна. Она уже не работает, находится на пенсии. Но всех нас помнит. Мы с ней общаемся, переписываемся. Сейчас скажу. Инна Савалерьевна. А фамилия? Не помню. Честно, не помню. Помню, конечно. Конечно, это была Екатерина Григорьевна. А фамилия? Фамилию я не помню, к сожалению. Конечно, моя первая учительница была замечательная Валентина Ивановна Зимова, которую и я, и я уверена, что все мои одноклассники помнят всю жизнь. Мы учились в школе номер 9. Мы пришли в 1963 году. Она нас встретила. Она была молодая. Потом она говорила, что она как учитель сформировалась благодаря именно нашему классу. Замечательный учитель и великолепный человек. К сожалению, ее уже нет в живых. Сегодня у вас есть возможность поздравить всех и работающих, и тех, кто на пенсии учителей. И что-то им пожелать. Поздравляю всех учителей с праздником. Желаем счастья, здоровья, удачи. Я всех поздравляю, дорогих наших учителей. У меня и дочка учительница, и внучка получит скоро диплом. Я обожаю этих людей, которые несут свой труд и сеют хорошее, доброе, вечное. Мы их всех любим. Желаем крепкого здоровья всем. Благополучия всем им и их семьям. Ну, всех добра, короче говоря. Добра. Всем добра. Ну, безусловно, поздравляю всех учителей. Не только нашего города и всей страны нашей. Это очень приятный праздник. Ну, желаю, естественно, здоровья и, безусловно, терпения со всеми учениками. Дорогие, уважаемые, любимые учителя. Все, которые учили нас многие годы, не только в школе, в институте. Учили по жизни, потому что не всегда учителя у нас бывают только школьные или вузовские. Вот, с огромной благодарностью, с большими поздравлениями, с самыми теплыми пожеланиями, здоровья, благополучия, счастья, успехов. Ну, и долгой-долгой жизни вам. Всего доброго. Я желаю, ну, своей первой учительнице, пусть она, пусть ей хватит здоровья доучить, какой у нее сейчас класс. И желаю здоровья своей нынешней учительнице Галина Васильевна. Большое здоровье, спасибо, что она помогает мне и остальным учителям того же. Я желаю побольше терпения набраться, хороших учеников, воспитанных, чтобы они все слушали и уважали учителей. Потому что это непросто. Все это давать, материалы учить, это, конечно, сложно. Должно их понимать, должно какое-то понимание между учениками и учителями. Я с удовольствием это сделаю. Я очень люблю свою девятую школу. Тогда она называлась школа номер 9 с преподаванием ряда предметов на английском языке. У нас были великие учителя английского языка. Основы знаний и любовь к языку они заложили в нас на всю жизнь. Мой классный руководитель, заслуженный учитель Советского Союза. Действительно заслуженный учитель, великий воспитатель, потрясающий человек. Это Софья Николаевна Степанова. С праздником, здоровья, долголетия, радости в этой жизни я могу пожелать всем, кто меня учил. Я помню всех с чувством великой благодарности. Я присоединяюсь ко всем прозвучавшим поздравлениям. И желаю учителям счастья, здоровья, успехов в их нелегком труде и достойной зарплаты. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Дима Торзок